Одним из частых нарушений правил благоустройства является стоянка автомобилей в неустановленном месте. Ссылаясь на нехватку парковочных мест, автомобилисты оставляют свои машины на газонах, детских площадках, заезжают на бордюры, что недопустимо. С коляской не пройти? Нет, нет. При необходимости автомобилистам разъясняется, какие меры необходимо принять, если жители дома решат организовать дополнительную стоянку для транспорта. Вам нужно провести собрание, написать заявление, после этого администрации просим разрешить на этом месте. И у вас будет разрешение, вы оградите, сделать как в 33-м доме, вы едете по заводской, видите, в 33-м доме, в 32-м доме, в 25-м доме. Видели, как все сделали? Если как не знать, как оформлять, то можете обратиться. Прошу. 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 Прошу, опять к Соколовой, Наталья Михайловна. Придете, я вам все расскажу, как делать, с чего начинать. Организация несанкционированных свалок жителями города – еще одна важная тема заседания. Для борьбы с мусорными кучами с некоторого времени стала применяться вынужденная мера – установка камер видеонаблюдения на городских улицах. Результат не заставил себя долго ждать. В объектив попали нарушители, совершавшие противоправные действия. Теперь им придется оплатить штраф, а также ликвидировать свалки. На рассмотрение комиссии также были представлены материалы о складировании строительных материалов на прилегающей территории, торговле в неустановленных местах, нарушении тишины и покоя. Каждая ситуация была детально рассмотрена. После чего членами комиссии принималось решение либо о наложении штрафных санкций, либо о вынесении предупреждения. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона».